Привет! Сегодня у меня на обзоре устройство маленькое, но очень интересное. Это AKS Audio Цапик портативный с усилителем DAC1305. Как, собственно, легко понять из названия, он построен на филлипсовской микросхемке TDA1305. Это, конечно, не мультибит, но это винтажный цифроаналоговый преобразователь времен начала расцвета, так сказать, Delta Sigma. Использует Continuous Calibration и Bitstream технологии. В общем-то, это тот звук, который многие любят. В качестве усилителя используется LM1886, поэтому получается очень мощное устройство. Выдает он 4 где-то вольта на 25 Ом или 300 миллиампер, при токе 300 миллиампер, чего достаточно практически для любых наушников разумных. У AKS Audio есть разные модели ламповых усилителей серьёзных, есть настольный цифроаналоговый преобразователь с усилителем для наушников. Там, по-моему, как раз 1851 используется, аналог девайсис. Ну а вот этот, это решение портативное для тех, кто любит сооружать бутербродики. Стоимость этого Цапа составляет 220 долларов, никакой особой фирменной коробки к нему не предусмотрено. Поставляется он в пакете с пупырышками. И в комплект входит, собственно, сам Цап и самый простой, такой вот достаточно забавный китайский микро-USB проводок. Он тут примагничивается вот так вот для хранения. И его фишка в том, что тут можно вставить ещё один USB кабель, поэтому он не занимает отдельный порт. Сам ЦАП металлический, очень компактный, очень маленький, то есть где-то чуть больше, чем FIO E10 всего лишь, но очень интересный. На задней панели находится выключатель, два светодиода. Один показывает, что ЦАП включён, второй показывает, что он выключен и заряжается. И микро-USB для подключения источника и для зарядки. Особенность этого устройства в том, что заряжается он только в выключенном состоянии, а во включенном он работает от встроенного аккумулятора, чтобы не разряжать плеер или смартфон, к которому вы его подключили. Интерфейс тут используется USB аудио первой версии, поэтому он без проблем подключается и к Android, и к iOS с переходничком, и ко всем Windows и Mac без драйверов. Поэтому Super High Re заиграть он не умеет, но зато не нужны драйвера, что достаточно хорошо. Заряжается он где-то чуть меньше четырёх часов от 1 амперного зарядного. И этого хватает где-то чуть-чуть больше, чем на 8 часов работы. Я тестировал, как обычно, с Mi Audio P1. На передней панели линейный выход и выход на наушники. В общем-то, больше ничего. И регулятор громкости. В начале его хода есть небольшой разбаланс каналов, но он быстро проходит. Поэтому, в общем-то, в остальном регулятор хороший, качественный. Не шумит, не люфтит. Всё аккуратно. Единственное, что остается добавить, это какой-нибудь источник цифровой, например, Шанлинг и подходящий проводок. Подключаем его. По умолчанию он начинает от Шанлинга заряжаться, после включения. Если же включить его, то он перестает заряжаться, а Шанлинг находит новые устройства. После этого просто запускаем воспроизведение. И всё, что нам остается, это подключить наушники и слушать музыку. Ну и, конечно, по звуку. Я уже говорил, что это достаточно мощное устройство. Поэтому, если вы будете его слушать с чувствительными внутриканальными наушниками, то вы столкнетесь с фоновым шумом. Он тут достаточно заметный и это расплата за мощность усилителя. Поэтому, если вы планируете вдруг приобрести этот ЦАПик и думаете использовать его в основном с наушниками-затычками, то стоит предварительно связаться с разработчиком и попросить его сделать модификацию для уменьшения коэффициента усиления. У них есть такой вариант и, собственно, с чувствительными наушниками-затычками проблем не возникает в этом случае. Я же взял версию с полной мощностью, чтобы слушать его Scannerton Odin, например. Достаточно неплохо он по мощности раскачивает даже тысячные Hi-Fi Man. Естественно, не так, как настольный усилитель, но для такого маленького размера и цены, в общем-то, очень неплохо. Очень неплохая связка получается и с AKG702, поскольку тут достаточно хороший запас по току. В общем-то, достаточно мощное устройство. Звук тут именно такой, какой ожидаешь услышать от винтажных Philips'овских микросхемок. Ну, относительно, конечно, винтажных. Это не классический 1541, но это уже еще, скажем так, звук тех времен. Собственно, звучание немного слитное, чуть-чуть притемненное, с нерезкими расслабленными верхними частотами. Бас такой мясистый, телесный. Он чуть-чуть замедлен для того, чтобы создать эффект большей массивности. При этом акцент основной сделан на мид-бас. Глубокий бас присутствует, но он отведен на второй план. Мид-бас массивный, весомый, весьма такой плотный и достаточно ударный. Он не супер хлесткий, но за счет плотности и весомости это отчасти компенсируется, пожалуй. Очень хорошо этот ЦАП создает основу для мелодии и в целом бас передается весьма приятно. Средние частоты не обладают супер разрешением. Они немного сглажены для того, чтобы создать скорее такую музыкальную подачу. И очень-очень эмоциональны. В общем-то, это устройство не для выслушивания мелких нюансов. Но, собственно, тут это и не нужно, поскольку подача такая, как называется, музыкальная, аналоговая, скорее слитная. Воображаемая сцена чуть меньше средней, по ширине и по глубине, но разделение планов в глубину достаточно неплохое. ЦАПик играет достаточно интимно и это здорово звучит, допустим, на джазе, на вокале, на инструментальных композициях. Ну и, соответственно, не очень здорово на большом симфоническом оркестре, иногда на металле. Но, в целом, пожалуй, это все-таки больше устройство для какой-то такой вот музыки, которая требует теплоты и какой-то, не знаю, как это назвать, душевности, может быть. Верхние частоты неплохие по разрешению. У них хорошее очень затухание, но у них есть, как обычно, для старых винтажных микросхем проблемы с атаками. Поэтому, с одной стороны, они недостаточно хорошо передают обертона, нет, немножко тут не хватает легкости и воздушности. Но, с другой стороны, они не резкие и, в принципе, не раздражают, наверное, даже самых ярых вачифобов. Поэтому, у них это хорошо, ЦАП сочетается и с яркими, и резкими наушниками. Естественно, если взять версию без... с уменьшенным коэффициентом усиления. В общем, очень интересное устройство. Компактное, достаточно недорогое, универсальное, совсем работающее, с хорошим запасом по мощности, неплохим временем работы. В общем-то, для тех, кто любит такой винтажный звук под старину, всячески могу его рекомендовать, как минимум, к ознакомлению. Очень велика вероятность, что он вам понравится. Спасибо за внимание.